Жальче всех, конечно, Майка Эрментраута. Почему? Ну, потому что вот человек занялся опасным преступным бизнесом, у него были на это определённые жизненные обстоятельства, вот его занесло на кривую дорожку. Но, однако, он там всё организовал. Безопасность, прикрытие, вот это всё. И всё у него нормально работает годами, пока эти двое не появились. Он тут вообще ни при чём, и вот появляются эти двое, ему за ними, во-первых, подтирать приходится безостановочно, просто безостановочно, что нервирует пожилого человека. И да, и он ещё их убить обоих не может, хотя видно, что очень хочется. И при этом же, опять же, понятно, что это всё, конечно, к чему-то очень плохому приведёт. Потом мистер Эрмин Траут очень чётко разъяснит, что он по этому поводу думает, пока мы не будем забегать вперёд. Я говорю, что вот этого персонажа конкретно жалко. Вот человек поступил на работу, и вот этих коллег поциропили. Сейчас всю работу-то ему развалят. Вот так вот. Красавцы, блин. Кадры решают всё. Таких брать нельзя. Таких не берут космонавты. Космонавты, да. Ну, честно говоря, ускользает, постоянно ускользает. Ну, а что ты такого делаешь? Во-первых, если... Начнём с того, что таких специалистов гораздо больше одного. Это раз. Осуществить, так сказать, вербовочный подход на предмет не хочешь ли ты зарабатывать 500 тысяч долларов в месяц, блин. Я как-то не знаю. Тут, по-моему, это драка будет. Да. Это раз. Во-вторых, а изгнанный этот ботикер, ботикер, блин, как... А он что? Вот так вот взял, отошёл в сторонку, это тоже опасно. Ты его... Он же знает всё. Как его можно отпустить? Откуда ты знаешь, в чьи лапы он попадёт? А если ищут? А если он через, так сказать, коллег по опасному бизнесу начнёт выходить на другой картель? Я там могу варить, в общем-то. Возьмите меня, я же специалист. И что? Он попадёт туда. Начнёт варить, начнут продавать, в таких же количествах промышленностях начнут продавать, а зачем ты его отпустил? Это... Сплошные загадки во тьме. Ну, ботикера никто не отпускал. Как мы уже упоминали, ботикер по всему суде находится у Фринга давным-давно на постоянном содержании. Он ему постоянно подкидывает денег ежемесячно, просто чтобы он вот был. Потому, что ботикер человек, опять же нам это Густаво Фринг расскажет напрямую. Это не наши догадки какие-то, что вот мы из хода фильма такое вынесли. Нет, это прямым текстом будет сказано, что Гейл Ботикер – это человек, который вместо того, чтобы строить потенциально очень успешную карьеру, хочет, чтобы всё было сразу и быстро. Как и все. Ну, а Фрингу только их такого и нужно, понимаешь. Никто ж не хочет учиться в школе хорошо, поступать в вуз, опять учиться, потом работать, строить карьеру сразу надо. Что это такое? Только жизнь зря проходит непонятно ради чего. Вот. А ботикеру просто очень мало чего нужно по жизни. Это же, опять же, совершенно точно видно, потому что он, во-первых, вегетарианец. Веган. Как, кстати, правильно? Они, наверное, говорят «веган». Да, не знаю. Я вот не знаю. Веган лучше, на мой взгляд. Веган. Я говорю «веган». Он против не звучит. Веган. Он не бухает практически. Сам наркотиков не употребляет. Тётями не интересуются. Подлюка, блин. Это опасный человек. Да. Что он там? Сидит дома, слушает музыку. Готовит. Бездроживание. Живые кексы. Веганские. Веганские. Т.е. ему много не нужно. Ну, видимо, ему не платили 500 тысяч долларов в месяц. Мы платили гораздо меньше. Ему, в общем, на всё хватало. Да. В общем-то, у нормального человека... Ну, как? Ты ж не сожрёшь на 500 тысяч одежды. Не накупишь. Ты не дурак, естественно. Не накупишь. А что тебе надо-то? Ну, трое штанов. Ну, ладно, четверо штанов. Ну, ладно, восьмеро штанов. Как у профессора Преображенского. У одного штанов сорок пар. Ну, хорошо, да. Шубу купишь. Ну, оно конечное. Я когда машинами, помню, интересовался, как-то странно это дело открылось, что вот эти машины за десятку, они вот такие, а вот эти за двадцатку, они такие за тридцатку, за полтаху, за стоху, за 500, ну и, может быть, за лимон. Он такую покупать не может, конечно, чтобы внимания не привлекать, но они четко понятные. Вот ты ее купил, а дороже, в общем-то, нет. Ну, только как в полулитровой мыши. Обвалять в золоте. Облить золотом. Обвалять в бриллиантах. Снова! Облить золотом. Ну, если тебе такое не надо, а зачем столько денег-то? Вообще не ясно. Добрые дела он тоже вроде как не делает. Непонятно. В общем-то, жизненный опыт говорит, что счастье, оно всегда в самоограничениях, наоборот. Не в бесконечном потреблении, а в самоограничении. Когда не пьешь, например, год, а потом взял и выпил. Хорошо. Прекрасно. А если ты жрешь каждый день, то нет. Прожил, я не знаю, три дня без женщины. Это невозможно практически. А потом на нее напрыгнул. Опять красота! А вовсе не так, чтобы по пять раз каждый день. Блин. Ну, не знаю. Разумный. Ботикер разумный. Такое мое мнение. Да. И он, конечно, чрезвычайно слабохарактерный. Поэтому его мерзкий Густаво Фринг яростно использует. Задоминирует. Да. Задоминировал его полностью. И он отлично знает, что Ботикер никуда не побежит стучать. Это вот в этом-то можно быть железно уверенным. А по поводу постороннего химика, ну тут, конечно, вопросик. Потому, что как объявить конкурс на то, что... Вы не хотите, вот, товарищи химики с высшим образованием, кто хочет наркотики поварить? Ну, искать надо. Вот. Это же обычный вербовочный подход. Вот человек, вот у него слабости какие-то есть. Это этот крайне необычный экземпляр. А все остальные склонны к разврату, употреблению не пойми чего. Потреблять надо как можно больше. Если шлюх, то 20 за раз нагнать. Художественный фильм. Волк с Уолл-стрит. Да. Вот это нормально. Ну, нормальный человек. Так он себя ведет. На этом его подцепить и, используя слабости, да, завлечь. Ну, нельзя к каждому встречному подбегать. Конечно, нельзя. Должны быть слабости, четко намеченные. Либо заманивать, либо пугать. Лучше сочетать. Все вместе. Ну, так-то, конечно, сама идея, что у вас во всей Америке, где очень много университетов, вузов и ПТУ всех разных, в том числе и химических, что у вас на все это Нью-Мексико это два человека, которые умеют вообще в принципе с химикатами обращаться, но как-то... Какого не может быть. Это же не банглодечит. Это же все-таки развитая держава с высшим образованием, системой школьного всякого разного образования. Я боюсь, и в банглодечите найти можно. Да ну... И потом это же... Ну, там речь-то про какой-то один процесс. Он один. Тупо, конечно, это прекрасно, когда такой гений химический, как Уолтер Уайт. Ну, в общем-то, если дурак Пинкман мог варить не очень качественно, ну так может и книжку почитаешь. Как качество-то повышать? Наверное, книжки тоже есть. Я так подозреваю. Опять же, уже интернет имеет место. Да-да-да. Ну, хорошо. Для сюжета, да. Для сюжета хорошо. Да. Ну и, конечно, вот-вот у Мистера Уайта наконец-то сложится с деньгами. И вот там нам сразу все покажут, как человек, у которого появились деньги, даже, в общем-то, не глупый человек, как он начнет эти деньги применять. Там только жена будет это... В стиле пьяный матрос? Ну, гораздо хуже. Кармелла, ты тратишь деньги, как пьяный матрос. Уолтер Уайт расчехлился и зачехлился. И Джесси опять показал себя, как надо. А чего ты? Никто меня спасать-то и не просит. Дебил, блин. Ну, вот это вот хамство, это тоже малолетний все-таки. Я не знаю, вот тебе коллега по опасному бизнесу. Вот вы вдвоем действуете. Ну, надо хоть как-то друг о друге, я не знаю. Уж если не заботиться, в прямом смысле слова, то заботиться в переносном. Сберегая свою жопу, охраняя как-то вот... Давайте края какие-то определим. Ну, как это обычно у ярких личностей бывает. Ты тигр, я тигр. И у нас сопредельные территории, и мы с тобой ходим вдоль границы. Хвостами побахиваем. Взрыкиваем. Бьем хвостом по бокам, задними лапами с оттягом. Отбрасываем почву. Ну, понимаем. Ты тигр, я тигр. Да, это понятно. Но это не значит, что надо там друг на друга набрасываться и все такое. Ну, в крайнем случае дерево обоссать. Чтобы понятно было.